8 марта этого дня, пожалуй, ждут все женщины и девушки нашей страны. Первый весенний праздник – день, когда все мужчины окружают заботой и вниманием прекрасную половину человечества. Вековая история этого дня отсылает нас во времена, когда женщинам было необходимо бороться за равноправие с мужчинами. В России впервые этот праздник появился еще в дореволюционное время. На настоящий размах этот праздник получил в 60-е годы, когда было принято решение объявить этот день выходным. В нашем городе, известном как город-невест, всегда было много людей, посвятивших себя творчеству. Художник, как человек с обостренным пониманием происходящего, может через призму чувств и переживаний показать отношение к миру. Самая большая трудность – это все-таки стереотип отношения к женщине. Все-таки он как-то немного стерт, но все равно не до конца. Все равно много людей считает, что женщина – это хранительница очага. А когда она начинает выступать в роли какого-то создателя, творца какого-то мира, пускай своего, какого-то небольшого, то происходит какой-то, может быть, иногда диссонанс. Сила и упорство, конечно, не самое женственное качество, но современный мир во многом не делает различий между полами, расами и вероисповеданием. 8 марта у меня ассоциируется с сильной женщиной. Женщина, которая проявила себя, свою натуру, свой характер в определенном виде деятельности. Ну, я рассматриваю искусство. Я восхищаюсь Фриде Колонне, это мексиканская художница, которая была очень сильным человеком, волевым. И это все отражало в свое искусстве, в творчестве, в ее картинах, то, как она сама выглядела, как она одевалась, то, что она творила на протяжении всей своей жизни. И мне кажется, это праздник именно сильных женщин. Многие профессии не делают различий на мужчин и женщин. Стоит прислушаться к своему призванию и найти то, в чем вы будете наиболее сильны. Творческий процесс, как лавина, которую невозможно остановить, занимает человека полностью. Художник – это не просто человек, который берет, рисует какой-то пейзаж или дом, тюрморт, так, как он есть на самом деле, а показывает свои отношения. То есть показывает чувства, которые он испытывает в данный момент. И, в принципе, не важно, женщина это или мужчина. Спустя годы после появления этого весеннего праздника, то он его сменился. Помимо прекрасного весеннего настроения, есть повод уделить внимание своим близким и любимым. Это день, когда на лице каждой девушки обязательно будет улыбка. Эти праздники очень полезны. Мы вспоминаем про своих родных, то, что их нужно поздравить. Хорошую погоду, солнышко, счастье, радость. Я ожидаю праздника, хорошего настроения, поздравлений и, конечно же, хорошей погоды. 8 марта – отличный повод вспомнить о женщинах-революционерках, боровшихся за свои права. Эти права стали неотъемлемой частью нашей современной жизни. А благодаря их борьбе современное поколение женщин может реализовать себя в любой сфере, радоваться приходу весны и наслаждаться окружающей красотой. Александр Руденко, Денис Денисов, РТВ, Иваново.